Накопали. Сложно заехать на какие-то барханы, очень много рейли. Сложно, очень сложно. Скажите, она не слишком сложная? Вы знаете, ну, как бы тут, ну, такую хотели. То есть, наверное, она сложная, сложнее, не знаю, бывает ли сложнее. Ну, по крайней мере, пока еще не было. Но она действительно сложная. Скажите, пожалуйста, ваши советы людям, начинающим рейли. То есть, что основное они должны знать и умеют? Основное, ну, как бы основное правило то, что не нужно пытаться сразу, то есть, кто пришел новичок, сразу выиграть. Потому что гонщики уже долго есть накат, есть опыт. Вот. И для того, чтобы научиться, нужно это делать. Немножко расскажите о себе. То есть, имя, фамилия, там написано, просто надо фиксировать на пленку. И немножко список соревнований и тиклы. Юрий Кондратьев из Одессы, команда Racing Team Odessa. Участвую я с 2002 года, ездил штурманом. В 2005 году у пилота не получилось поехать. И так случилось, что за два дня это решилось. Я поехал, попробовал себя в качестве пилота и понял, что как бы у меня получается, что я смогу. Появилось огромное желание. Я начал с 2005 года ездить. С 2004 года. В 2005 году стал обладателем Кубка Украины в абсолютном зачете. После этого еще выигрывал ни одну гонку в абсолютном зачете. Мастер спорта. Так случилось, что в 2006, 2007, 2008 мне не повезло. Как бы я гонки выигрывал, но не становился обладателем Кубка. Меня подводила машина. У меня была до этого Toyota Land Cruiser 80. Она немножко устарела, и мне вот уже с Богданом очень сложно гоняться. Эта машина хоть и уступает его, у него уже следующее поколение новей, но на ней еще можно бороться. И на этой машине я еду вот эту вторую гонку. То есть я ее уже немножко почувствовал, как бы мы там подружились. Вот. И не знаю, будет. Дальше посмотрим. Мне 30. Вот он поехал на BMW, и вот на этом Дакаре он даже замечал. Роу! 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 Какая трасса вы сегодня испытали? Безумно тяжелая, жесткая, липкая. В то же время есть скоростные участки, на которых можно разогнаться, но приходится все время использовать первую-вторую передачу практически. Машина работает на износ, на самом деле, и трансмиссия, и двигатель. Но на самом деле красивейшая, интереснейшая. Можно сравнить ее, наверное, с мечтой каждого ролиста Дакаром. Скажите, в чем особенность, если по такой трассе? Кроме конкретных дорог. Неопытному человеку очень легко завалиться? Ну, во-первых, да, повороты в колее, нужно работать правильно газом. Во-вторых, работать с давлением шин в шинах автомобиля, чтобы машина более-менее устойчиво шла. Ну, и опять же, очень многое зависит от штурмана, как от ангела-хранителя. Почему? Чтобы он четко читал трассу, чтобы знать, куда и как выбирать правильную траекторию поворота и так далее. Скажите, вот такая трасса, она какого уровня сложности из тех, что вы проходили? Средняя, легкая или самая тяжелая? Ну, мы в спорте поехали первый год только, грубо говоря, второй этап. Я бы сказал, что для меня это, ну, если по десятибалльной системе, где-то ориентировочно, наверное, ну, восемь. Восемь очень сложная, но очень интересная. Эмоции масса. Все мокрое. Это, как бы, вроде не жарко сегодня, но очень интересно и сложно. Что вы можете посоветовать людям, которые начинают? Расскажите немножко о себе для досье. То есть имя, фамилии, отчество, в каких соревнованиях участвовали, какие звания имеете? Максим Бурняшев, сам с ПГТ Черноморского, это Крым. Достижений пока спортивных не имею, так как только первый год поехали в спорте, прошли два этапа. То есть на сегодняшний день идем по кубку пятой в абсолюте, ну, по очкам. Ну, так, в принципе, все. Сколько вам лет, сколько лет занимаетесь? Занимаемся два года, то есть год ездили любители, как в рейде, а вот этот год поехали уже в кубки, как спортсмены в спорте. Тридцать один год. Она уникальная, что таких нету аналогов в Украине, правда это или нет? Да, действительно это так. Трасса довольно-таки интересная, хотя и очень сложная. Много изобилует всякими разными, ну, то есть и присутствует и триал, присутствуют хорошие прямяки, ну, и песок сам по себе, грунт очень интересный. Пришлось сегодня и откапываться, и колеса менять, то есть все нормативы, как положено, выполняли. Все из-за вот такой своеобразной трассы, то есть песок, упоры и так далее. Эта трасса не требует от наших участников каких-то заоблачных технических требований, которые они не могут потянуть в страну? Нет, конечно же нет. Это же не камни, не бетон, это песок, то есть по нему надо уметь, с ним надо уметь обращаться, скажем так. И как бы это доставляет большое удовольствие. Скажите, что вы могли посоветовать людям, которые новички? Если есть интересы, желания, то все получится. Немножко для досье расскажите о себе, то есть имя, фамилия, сколько лет занимаетесь, сколько вам лет и титула. Ну, титулов, конечно, пока нету, хотя желание очень большое есть их получить. Мне 37 лет, я из Симферополя, зовут меня Миша Коваль. Миша Коваль. Самый коротенький, скажем так. Можно что-то поснимать? А где на каком сайте искать? Да, там вообще страничка у пилота есть, в ютубе своя. Там, где позвоночник, шея, они... А это вы уже закончили? Шлемы не грязи. Нет, конечно. Мало того, что... Во-первых, maps, лепест NyQuist и margins. Как вы думаете, меня неべть летом державом... Да, неảo反ает имя, это надо. В temperature булоrezивно... Да, немного лепесток breaksит в этом номере. Ну, где были косметические кучи, Добро пожаловать на наш канал! Да, будет ибо офис, и гористы, и кафедоры, и кафедоры... Ага, пока! На какой позиции этой самой? С точки зрения джипов, мы уже спрашивали, а в плане квадроцикла, сколько она трудна была? В связи с тем, что вы проходили, есть полги в Украине? А в чем наибольшая сложность движения именно по пескам? Мне кажется, что проходилось только на первой, второй едет исключительно, максимум у третьей... Ну, дело в том, что здесь, я так думаю, что я единственный, кто на заднем приводе выступает. В основном все выступают на полном приводе, полноприводном в квадроциклах. И сложность заключается в том, что мы едем за джипами, которые уже взрыхлили песок. Несмотря на то, что он мокрый, он все равно составляет и сопротивление, и рельеф самой колеи очень сложный. И если приходится ехать практически все время в газ, потому что сбрасываешь скорость, садишься... Ну, благо соперники, они же участники, останавливаются, помогают, независимо на соревновательность процесса. Но все равно останавливаются, помогают. А сегодняшняя погода как-то повлияла? То есть сухой мокрый песок тяжелее или легче стало? Ну, я не думаю, что кто-то из нас имеет опыт езды по песку, по такому, как здесь представлен. Здесь по-настоящему пустыня, и песок рыхлый, прям... Я забыл вопрос. Ладно. Не, повторите. Ну, я спрашивал о том, как повлиял. Допустим, мы говорили, что верхний слой мокрый, но он потом уходит, а снизу все равно сухой. Это дополнительно сложно. Джипы, которые ехали впереди нас, они перемешали верхний слой песка мокрого, где-то порядка 5 сантиметров, с сухим песком. И поэтому фракция получилась тяжелая. Если садишься, то уже садишься хорошо. Но по случайности я нашел у себя резину специально призназначенную для таких трасс. И я думаю, что именно это мне помогло приехать хорошо. Скажите, ну, про джипы понятно, что за соревнования. А в квадроциклах это какой этап чего? То есть, какого уровня гонка? Мы абсолютно в этом не разбираемся. Что происходило в плане квадроцикла? Вообще, квадроциклы... данный формат мероприятий, соревнований, это роли-рейды. И в мировой практике в них участвуют джипы, мотоциклы и квадроциклы. То есть, всем известный Дакар. И Украина впервые в году, в 2008 году включила... И Украина впервые в 2009 году включила класс квадро в зачет Кубка Украины по роли-рейдам. Вы отдельно выступаете в этом же? Да, мы едем в Кубке Украины, имеем соответствующие лицензии. И это здорово, потому что в России, в Европе такие соревнования происходят с участием квадроциклов. И есть где готовиться. Немножко для досье расскажите о себе. То есть, имя, фамилия, отчество, сколько вам лет, сколько лет занимаетесь квадроциклами? И какие у вас титулы в таких соревнованиях участвуют? Зовут меня Дадасов Владимир. Город Дадасов Владимир. Город Донецк. Квадроциклами занимаюсь уже порядка четырех лет. Пяти выступал в мотокроссе на квадроциклах, в ролейных гонках, в эндуро. Но, учитывая, что спорт только развивается, поэтому каких-то громких титулов в Украине, в принципе, не существует в нашем классе. За что-то же вас называют лучшим квадроциклистом Украины? А это не для эфира? Для эфира? Не, не могу так говорить. Да это очень болезненная тема, не надо. Это подготовка именно Дакаровская. Приятная. Карту наклеил, но карту не успевал. Это можно самому тут рассчитать расстояние? Не, это организаторы выдают легенду такую. От предыдущего препятствия до вот этого. 220 метров. Ну, просто это особо. Да. Дело в том, что у нас никто не ездит по этому убору. Ну, короче, где-то ездит. Есть. Ну, по какому ходу не будет это. Вот, идеальный трек. То есть, ну, с красным. Вот это ты едешь. У лидера, да? У которую бороишь Дакару, да, да, да. У него есть. Да, да. У лидера, 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 да. Держай, держай, держай! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сегодняшний день Селенкова... Я вже давав відповідь, що ми до цієї події йшли поступово 4 роки. Ми змогли показати високий рівень готовності. Нас підтримало Міністерство молодіх спорту. Ми захистили цей маршрут. І тому Херсочно входить вже в класифікацію найскладних гонок, яка є в Україні. Що означає ваш днешній вигляд? Ви будете брати участь? Ви будете в екіпачі? Я спробую. Я спробую. Надія, ті, і ви бачили. Це одна із херсонських команд. А хто тут бере участь? Звідки прибули участики? Сьогодні пройшла регістрація 72 екіпажі. У нас сьогодні представлені 4 команди з Росії. Із них 2 учасника перегонів Париж-Дакар. Команда з Молдови, з Прибалтики. 10 команд з автономерів Республіки Крим, які до цього не приймали участь, але вони зацікавилися. Тому я думаю, що завтра буде дуже цікава гонка. Сьогодні вільних готелів в області вже немає. Давайте оцінку, що це? Економіка? Можливо. Спорт? Так. Туризм? Так. Але те, що я обіцяв, я буду приймати різні програми, які піднімають імідж в Херсонській області. А маршрут хто? В Херсонських пісках. Мало хто знав, чому ми йшли крок за кроком, піднімаючи. Він називається в цьому році «Піщаний лабиринт». 82 кілометри. Я вітаю всіх, хто 4 роки мені допомагав і цей проєкт спортивної галузі в Україні. Я хотів би чемпіонату України по раллі рейду. Поголосую відкритим! Я не знаю, ви сказали, що не знайоміли з трасою. У мене как раз випадку був сравнений. Зараз я розумію, що я розумію, що перша на Херсонській, хочеться підтешити свою самолюбію. І зразу розумію. Украінський, Париж, Дакар. Наскільки корректно це сравнення? Ні, безусловно, не корректно. Що действительно корректно, ну, судя по тому, що я був на старте, то есть я так розумію, що траса буде з цього стоять, це действительно песок. Я, чесно говоря, навіть не думав, що в Україні таке є. Є действительно дюни. Ну, більш детально після гонки, конечно, можна буде сказати. Але Дакар – це марафонська гонка. Там є все, там не тільки песок. Она длинна, і цим она, як би, уникальна. Поэтому тут сравнівати ниніся. То есть спецучасок песчаный – це добре, конечно. Ну, і це, пожалуй, перша гонка в Україні. Така буде песчаная. Ну, я так надеюсь, що она така буде. Ну, судя по внешнему виду, да. Скажіть, вот, які особість підготовки техники вот именно к таким песчаным гуртам, кроме колес, покрышок, то есть как ще готовиться? Це етап Кубка України. Їх 4 в цьому году. Вот первый прошел Баха-Київ, была. І буде ще в Криму гонка, і буде в Днепропетровскі. По итогам всіх соревнований определяється обладатель Кубка по итогам года. То есть в каждій гонці набираються очки, потім вони складываються. У кого їх більше, тот виграє. Представьтесь, пожалуйста, як повністю вас підписати в Типрах, правильно? Новицкий Богдан, титулы какие-то назвати. Обладатель Кубка України прошлого року, позапрошлого року в засчете продакшн, участник Чемпионата России, там несколько раз был и в призах, участник Ролей Дакар. А Кубка с Ролей Рейдом, правильно? Да. Ну, вистемо, я только про Ролей Рейд и говорил, собственно. И сколько лет вы уже этим занимаетесь? С 2006-го, три года. Ролей Рейд и говорил. Продолжение следует...